привет друзья опять забралась на балкон сегодня чтобы показать вам наш море океан посмотрите что делается вы видите вода вон пришла ко мне капитальный огород со всех сторон меня обложила с этой стороны стой есть только вот эта горочка меня и спасает а так бы здесь уже везде была вода видите какой ужас просто кошмар пошла уже и туда вон дальше во все стороны растекается сейчас слезу вниз покажу вам что-то внизу делается у меня ужас правда вот смотрите что у меня в огороде здесь уже не пройти нигде еще так можно чуть-чуть подобраться видите все затопило эту грядку все тут мокрое надеюсь такую высоту не поднимется чтобы затопить мою клубнику мой чеснок но это только стоит надеяться видите какой море океан вон там чайки у нас летают и дикие гуси и утки и кого там только нет так сейчас если дойду сапоги не одела вот смотрите почти полное колесо видите почти полное уже кто это там посмотрите медведка утопилась гляньте утонула медведка ну что медведка утонет это мне конечно и не жалко это что на бедная сидела она не воды в средстве там червяки длинные видного обалдеть вот так видите вокруг колеса и в колесе полно полно воды на улице очень тепло а то я зашла сюда где совсем нет ветерка так мне даже жарко в байке сегодня писали 5 плюс 15 это плюс 15 тени а на солнце тут все плюс 20 обалдеть до воды конечно это капец надо пойти те ветки что саша пока пока лову брать куда-нибудь повыше а то уж они с водой поплывут наверно эта куча повыше она тут уже лежала в воде какой кошмар он там клубнику выпрала на это уже не дойду здесь болото меня засосет я оттуда не вылезу а четая это клетку на нанесю некоторые кустики ужасно того что я тут буду охотяхать ничего не изменится пока тут не залила мою траншейку, беру маленькую лопатку, совочек, все, что мне удобно для этого дела, и ровняю свою грядочку. Я вам уже надоела, но наслаждайтесь. Наслаждайтесь последние денечки хорошей погоды. А там уже даже минус 7 написано ночью. Господи боже, что к чему? Посмотрите, какая бабочка. Тоже медок собирает из моих подснежничков. И пчелки, пчелки. Ванка от пчелки. Слушайте, как жужжат красинько. А тут вода прет с одной стороны, мороз прет с другой стороны. Еще если эта вода замерзнет, представьте, что это будет. Это будет просто трэш какой-то. Полный трэш. Смотрите на мой газон красивый. Красота. Просто прелесть. И здесь просто прелесть. Просто прелесть и просто красота. Чудо чудное. Ну, уже в палисадник не пойду. Вчера вам показывала. Каждый день показываю. Каждый день вам все показываю. Пойду грядку наконец-то делать. Так, ну что, как смогла, выровняла. Короче, в воде работать, конечно, не фонтан. И, наверное, сейчас поровняю вот эту, а эту не буду. Смотрела я, тут и шифер треснутый есть, и все. Не хочу я в эту сторону лезть. Она тут не критична. Просто вот в одном месте, видите, вот этот кусок. Наверное, поровняли, а дальше не стали. И не буду я. А там все как бы ровненько. Земля не просыпается. Не полезу я. Пусть здесь будет немножко нестыковка. Тем более я хочу со временем их поменять. Поэтому не буду тратить столько много сил. Сейчас вот эти стеночки попробую выровнять, потому что тут уже вообще много что. И все, на этом покончить с этими большими грядками. Что, друзья, я закончила. Как я своевременно сделала эту дорожку. Видите, какая здесь недорожка стоит. И грязюка. А я себе дюк-дюк-дюк и пошла в теплицу. Отлично. Она будет только замести, подсохнет. Потому что сейчас же ходила по ней с этими грязными спагами. Вот так, смотрите. Думаю, что получилось супер. Вот эту переднюю стенку. Все выровняла. Видите, красота. Только тут штука высокая. Не могу больше забить, торчить сильно. Но ничего, на углу особо никому не мешает. Все. Это решила не трогать. Здесь все нормально. Блин, да, не высыпается. Тут сидит такая штука. Пускай сидит. Потому что это ровно получается вот это само по себе. А это само по себе. Чтобы их соединить, это надо адский труд. Вот. И эту стеночку выровняла. Все. Видите, красота. Эта рядка у меня выровненная. Только надо будет в ней выровнять вот эту заднюю стеночку. Чтобы она немножко подлегла. Но это уже не сегодня. Сегодня я как-то уже подустала. Так, клубнику, землянику не спешу обрезать. Потому что будут заморозки. Пускай там в сухих листьях ей, наверное, будет теплее. Даже написано минус 7. Я обалдела. Из такого тепла, представьте, плюс 15 два дня в отряд. Просто жуть. Как жарко. И вдруг станет... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. И вдруг станет минус 7. Как вы все это представляете? Я что-то плоховато это себе представляю. Так, здесь все у меня. Орелочка доделано. Все, красота. Там поставила метку. Чтобы утром было понятно, докуда дошла вода. А то так глазом смотришь. Видите, как у меня тут все затопило. Затопило. Ну, какая-то маленькая-маленькая надежда есть, что не затопит глобально, так как в прошлом году теплицу затопило. Маленькая надежда. Знаете почему? Обычно, когда такая вот сильная-сильная большая вода, то она приходит резко. То есть вечером ложился, не было ничего, утром встаешь, у тебя вода на крыце. Вот так обычно приходит большая вода. А так это как-то медленно-медленно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Может, и не придет. Такая сильная-большая вода к нам. Я вот только думаю, как это будет такой мороз. Это все же замерзнет. Ой, как это плохо корням. Они сейчас пошли уже там все в рост. Малина моя, скорее всего, погибнет там виноград. Это ежевика там сидит до куста. Все эти смородины. Это для них очень плохо. Не знаю, чем закончится. И будет ли такой большой мороз. Вы же знаете, какие у нас прогнозы. И так, и всякое, так может быть. Так, сейчас все, одеваю перчатку резиновую. И тут вот в фаршеведу немножко чесночок. А то бедный он тут. Видно, какая-то потресканная. Надо ему тут дать дыхание какого-нибудь. Вот такие дела, друзья. Ну что, друзья. О, северки сложила вот сюда. Надеюсь, так не зальет, что их отсюда несет. Но все время надеешься так, а может получиться и не так. Ну, как у нас говорят. Думай, добро, добро будя. И всю-всю мелочь из воды выгребала крабельками. Чтобы потом нигде ничего мне под косилку не попадало. А то Саша же потом скажет, что я виновата. А ветки-то он сам сюда сложил. В эту воду. И не подумал, что вода может прийти. Так. Он на детей ругается. Не вот, чтобы не лазили по воде. А чтобы, да, наверное, ноги холодно. Кстати, вот мне ноги совершенно не холодно, что сапоги. Вода, наверное, не сильно холодная. А сапоги как одела, мне самой нравится ходить по лужам. Это кошмар. Прямо детство вспоминается наше, когда мы босиком бегали. Вот. Так, чесночек. Смотрите. Все порфлило аккуратненько. Все пошевелило. Дало ему доступ к кислородам корням. Сейчас земля влажная. Можно было бы его и подкормить. Но не хочется. Под мороз и под холод. Наверное, уже когда устаканится погода, тогда я его подкормлю хорошенечко. И аммиачную селитру я купила. И муштерный спирт у меня есть. Короче, все есть. Чтобы подкормить мой чесночок. Посмотрите, что Саша мы сделаем. Взял от груши вот эту ветку такую. Видите, как почки набухли. Воткнул в землю. И говорит, вдруг вырастет груша. Ну, я, конечно, посмеялась. Говорю, возьмись правее. Тут же у меня огурцы. Придется в другое место сажать. И воткнул. И почки, кстати, набухли на ней вот и до. Почище, чем на груши. Видите почки? Потому что в воде, наверное, то она сейчас ходит и распустится, эта груша первая. Видите, какие почки набухшие? Не хочу с той стороны идти. С той стороны как-то очень болотно. Да. Так, ну что, друзья. Наконец-то привела порядок к своей хосту. Она тут бедная сидела, замученная. Вот. Все почистила. И здесь все подполола. Красота. Посмотрите, как наклонились мои дрова. Жутко просто наклонились. Просто капец какой-то. Я их туда трехи подопхнула. Надо все это сверху снимать. Убирать и подравнивать. Иначе они рухнут в один прекрасный день. И, скорее всего, на меня. С моим-то счастьем. Так, ржовничек пополола. Надо его как-то обрезать. Он тут весь заплелся, переплелся. Надо посмотреть, как правильно обрезать ржовник. Я вообще хотела его отсюда убрать. Пересадить. Вот сейчас, думаю, уже самое время. Так вот он такой колючий, такой колючий, что я даже не знаю, с какого боку к нему подойти. Кстати, вот на нем-то уже тут начали пораньше, чем на том, распускаться листики. Тут затишье. Он сидит, видите? Листики уже. Представьте, на него даст мороз. Вай-вай-вай-вай-вай. Вот, наверное, надо веточки, где нету листиков. Сохшие, наверное, надо все их обрезать. Вот. Сейчас буду обрезать вот эти цветы гортедни. А то не все, он носится по огороду везде вокруг. Подкрепла немножко вокруг. Сейчас побрезаю все сухие. А потом я хочу вообще ее отсюда убрать. Она мне уже надоела. Тень на сарай. Там сыра, мох пошел расти, видите? Она тут как бы лишнее. Еще сосну сюда вперли. Вообще все не в тему. Но ее будет тяжко выкорчевать. Вот если сейчас пораньше взяться, сейчас еще корни слабо держатся, то может и удастся. Но пока обрежу цветы, чтобы они не летали по всему огороду. Потом буду думать. Пришла в теплицу. Забыла, что вам не показала, что уже начал этот самый и укропчик вылезать. Смотрите, и укропчик значит уже вылезать. Красавчик. Она выпала, подрастает. Салатик один подрастает, второй вылезает. Спинатик вылезает как-то недружно, но я его тут выстенько много посеяла. Радисточка нормальная. Вроде бы хорошо. Пришла закрывать теплицу. И закрывать пленку. Какой-то стемнело на улице. Какой-то ветер холоднючий, холоднючий. Вообще жуть. Наверное, все-таки принесет этот ветер нам жуткий холод. Сейчас накрою все и пойдем покажу вам, что я там с гортензией сотворила. По пути шнитлук попался. Посмотрите, как пошел хорошо расти. И вот там у меня целая грядочка. Эта лодочка я прогребла. Видите, как хорошо пошел в рост. Если бы не холода, уже скоро бы мы его кушали. Красавчика. Красота. И этот пучок тоже пошел в рост. Каждый раз говорю, надо пересадить, надо пересадить большие крокусы, запомнить, где сидят, и пересадить их отдельно. Где-нибудь. И все время замываю. Посмотрите, вот такие огромные. Вот это такой сорт. Дорогой, сортовых. Видите, какие красивые. И каждый раз говорю, надо пересадить, надо пересадить. Значит, надо их еще брать прямо сейчас и пересаживать, иначе опять забуду. Видите, какие красивые, но они сейчас закрылись. Сосну освободила. Наконец-то бедную. Ну вот, начала ее тут резать кардинально. Здесь вообще до низу все обрезала. Потом будут силы, еще по кругу пройду, обрежу. А потом начну, наверное, ее корчевать. Может, где-то оставлю по центру кусочек. Посмотрю, как будет получаться. Она тут слишком много заняла уже места. Это моя гортензия. Это обычная древовидная. А мне уже теперь нравятся метельчатые. У меня уже только одна есть. Но я так хочу в Аниву прайс. Так хочу в Аниву прайс. Вы только знали. Надо пойти, пройтись. Может, где-нибудь продают по отцах. Но это надо идти на базар в воскресенье. Ну, такой типа у нас есть большой базар, что называется. Но на него надо идти очень рано. Потому что он там только уже как начинает светать, сразу собирается народ. А уже к девяти, наверное, уже все и расходятся. Так что вот такие вот дела, друзья. Ну, считаю, что нормально я сегодня поработала. Хорошо. Полюбовалась своими подснежниками заодно. Еще разочек. Наверное, с этой красотой красоте. Ну, друзья, на сегодня все. Вам желаю вам здоровья, 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 успехов. Всех хороших. Всем привет. Пока. Пока.